Юль, я сегодня немного нервный. Не знаешь, как расслабиться? Легко. Я думаю, в твоем случае можно представить футбольное поле. Много игроков. Все играют, забивают голы. Среди них бегаешь ты. Нормально? Что-то еще, конечно бы. Вот какие-то новые варианты. Ну, тогда просто попробуй продукцию от Чудо-Хлеба. Это аромовая баба. Ну, что ж сразу-то ты не сказала. Шикарный вариантик, на самом деле. Лучше? Конечно, лучше. Да, я вижу. Ну, я думаю, сейчас ты доешь, и мы можем начинать. Конечно, поехали. Доброе утро. Это Разбудильник. Все верно. И это Данил Гухман. И Юля Руш. И сегодня в этом шоу мы будем вам дарить хорошее настроение, радовать вас и, конечно же, удивлять качественными и классными сюжетами от наших экспертов. А все почему? Потому что у нас шикарное настроение. Потому что мы уже в этой студии. Потому что сегодня 8 июня. Замечательный день на улице, на дворе, в жизни и в каждого из вас, из нас и каждого из наших любимых кировчан. Что это за день? Рассказывай скорее. Тебе так интересно? Конечно, мне очень интересно. Это День Петербургских кошечек и котов. Сегодня вот такой праздник. Ура! Прекрасный праздник. Конечно, прекрасный. А ты знаешь, почему он еще более прекрасен? Почему же? Потому что еще существует один самый известный кот. А это я знаю. Да, и какой же? Этого самого известного кота зовут Мару, и он живет в Японии. И имеет на YouTube-канале более 400 миллионов подписчиков. А знаешь почему? Вот сейчас и увидишь. Давайте посмотрим. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, ну теперь мне ясно, почему он имеет 400 миллионов подписчиков, даже без вариантов, да? Я думаю, все телезрители в этом убедились. Более того, хочу сказать, что если вдруг вы хотите посмотреть наше шоу «Разбудильник» не только со своих экранов телевизоров, то у нас есть прекрасная, замечательная соцсеть, в которых наши специалисты СММ очень много трудов вкладывают и для вас, соответственно, работают ежедневно. Это и «Одноклассники», и группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров», и YouTube, и Instagram, соответственно, а, TikTok, да, я забыл. Соответственно, ребята, пожалуйста, милости просим вас туда, там тоже очень много интересной и полезной информации. И вдруг, если вы что-нибудь хотя бы чуть-чуть капельку не успели посмотреть, или хотите посмотреть еще разочек, то для вас милости просим все эти социальные сети к вашим услугам. Да, Данил все верно сказал, обязательно туда обращайтесь, обязательно все смотрите, чтобы ни в коем случае не пропустить, например, нашу самую крутую зарядку. Вот, кстати, она не менее крутая, чем кот Мару, вот, но сейчас она… Мару, да, извините, не менее крутая, чем кот Мару, поэтому прямо сейчас на ваших телеканах максимально качественная зарядка. С каким тренером? Расскажешь? Слушай, да, конечно, расскажу. Сегодня у нас Юля Решетникова, которая будет показывать нам бодрую утреннюю разминку. Смотрим и заряжаемся! Всем привет! Меня зовут Юля, я являюсь фитнес-тренером клуба Пушкин Фит, и сегодня вашему вниманию я предоставлю бодрую разминку, которую вы можете повторять каждое утро. Поехали! Глубокий вдох, потянутся, выдох. Глубокий вдох, потянутся, выдох. Плечики назад. Три, два, один. Вперед. Три, два, один. Хорошо. Ручки в сторону параллельно полу. На вдох мы подаем так вперед, округляем спину. На выдох лопаточки сводим, грудь подаем вперед. Четыре, три, два, один. Отлично. Наклончики. Четыре, три, два, один. Другую сторону. Поехали. Четыре, три, два, один. Потянуться за ручками. Выпить в положение стол. Вес между пятками и носками. Вытягиваемся за кончиками пальцев рук и макушкой. Делаем стул и снова стол. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Два. Последний. Хорошо. Остаться в положении стул. Вдох. Ладонями касаемся пола и выпрыгиваем в планку. Затем возвращаемся в исходное положение. Подпрыгиваем. Наверх возвращаемся в положение стул и вытягиваемся кончиками пальцев в верхний угол. Теперь чуть быстрее. Выдох. Выдох. И еще разок. Выдох. Хорошо. Остаемся в планке. И выполняем упражнение скалолаз. Подтягивание колен к груди. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Колено тянем к плечу и меняем положение ног. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Аккуратно сгибаем локти в суставах и на выдох выходим собачку мордой вверх, возвращаясь в планку. Кладем в пол сначала грудь, а уже потом ягодицы. Грудь. Выдох. Собака мордой вверх. Еще разок. Сгибаем. Выдох. Собачка мордой вверх. Возвращаемся в планку и чуть потянемся в собачке мордой вниз. Отлично. Возвращаемся наверх. Позвонок за позвонком поднимаемся. С выдохом плечики вниз. Руки на пояса. Поднимаем правую ножку и начинаем вращать назад. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. То же самое. Вперед. Три. Два. Один. Левая ножка. Три. Два. Один. Работает тазобедренный сустав. Три. Два. Один. Отлично. Выходим в положение выпад. На выдох. Поднимаем колено вверх. Левую ножку на носочек, либо небольшой прыжок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И последний. Отлично. Меняем ножку. Левую назад, правая впереди. На выдох поднимаем левое колено. И правую на носочек. Три. Два. Один. Отлично. Ну и в конце сделаем джампинг. Любимый. Буквально 20 часов. На выдох вверх. Поднимаем ножки в сторону. Четыре. Три. Два. Один. Отлично. Данная зарядка подарит вам бодрость, хорошее настроение, легкость в теле. И вы можете выполнить все каждое утро. Спасибо, Юлия, за такую классную тренировку. Зарядка выполнена, и теперь мы можем переходить к самому вкусному. Для меня лично самое вкусное – это каждое утро позавтракать. Вот, например, такими замечательными ромовыми бабами от нашего партнера, Кирово-Чепецкого хлебокомбината «Чудо-хлеб». Ой. Да, я вижу, как тебе вкусно. И пока ты наслаждаешься, я предлагаю перейти к сюжету, где наш шеф-повар Сергей Савиных приготовит классные оладьи с соусом карбонара. Ты когда-нибудь вообще такое сочетание слышал? Нет, не слышал, очень хотел бы попробовать. Поэтому прямо сейчас вместе с вами возьму вот свою планшеточку, возьму ручку у тебя, Юль, и запишу рецепт. А я предлагаю быть вам современнее и просто взять телефон. Ну или хотя бы так, да. Поэтому прямо сейчас внимание на свои телеэкраны, и приятного вам аппетита. Друзья, всем привет. С вами снова Сергей Савиных. И у нас очередной завтрак. Сегодня мы готовим оладьи. Все эти оладушки мы подадим под соусом карбонара. Все вы знаете прекрасный этот соус, он любимый соус. Готовится очень быстро. Ну, то есть я покажу вам упрощенный способ его приготовления, потому что, ну, готовить так, как он готовится в реале, это очень долго и сложно. Поэтому для начала мы будем замешивать тесто. Что нам вообще понадобится из ингредиентов? Какие у нас есть? У нас есть бекон, чеснок, лук, яйца, мука, сахар, соль. В общем, классический набор ингредиентов для оладьев. И у нас сливки, 10-ти процентные сливки. Начнем замешивать тесто. Для этого нам понадобится одно яйцо. Так, сюда мы добавляем щепотку соли. Добавим сюда сахара. Чуть побольше, я люблю послаще. Вот так. Далее мы это все перемешаем. Добавлю примерно 150 миллилитров сливок. И где-то примерно грамм 60 муки. Так, получается вот такое вот тесто. Такое, оно не сильно густое. И такое между блинным, классическим блинным тестом и между оладьями. И начинаю выпекать. Ставлю сковородку. Разогрев. У меня девятка, тут максимально я ставлю на восьмерочку. И первый блин, когда мы будем узнать, чтобы блин не был комом, мы немножко масла нальем еще на сковороду. Остальное уже, так как масло есть в тесте, будем печь уже без него. Так. Что нам понадобится для начинки? Для начинки нам понадобится лук, нам понадобится бекон, нам понадобится чеснок. Так как соус карбонара, основной составляющей является бекон. Бекон бекона, не жалейте. Нарезаем таким средним кубиком, где-то примерно сантиметр на сантиметр. Не кубиком, а шашками, наверное. Теперь возьмем лук. Нарежем мелким кубиком. Кто любит больше лука, не стесняйтесь, может где-то и побольше взять. Нарезаем его мелким кубиком. Так как сковорода у нас одна, сначала жарим блины, а потом будем жарить начинку. Наливаю чуть-чуть масла на сковороду. Делаем блины небольшими, ну такими, не совсем там прям, а такое, я говорю, между блином и оладьей такая будет штука. Так, что нам понадобится еще для начинки? Нам нужно нашинковать чеснок, нам нужно пошинковать зелень и нам нужно натереть сыр. Начинаем обжаривать нашу начинку. Наливаем в сковороду масло. Далее добавляем наш бекон, лук и чеснок, жарим все вместе. Получается вот такой вот соус. И дальше выкладываем его на тарелку. Итак, друзья, оладьи-блинчики с соусом карбонара у нас готовы. Приятного аппетита и хорошего дня. Ну что ж, приятного аппетита, видимо, я вам пожелал не зря, потому что сейчас был просто пушечный сюжет, пальчики оближешь. А еще, кстати, по секрету, у меня Сергей за кадром рассказывал, что это блюдо очень-очень полезное. А я уверена, что не только блюдо полезное, хотя это факт в любом случае, раньше повар это говорит. Я еще предлагаю насытиться важной информацией от нашего нутрициолога Натальи Сычевой, профессионала, которая сегодня нам даст совет, точнее ответит на вопрос, растет ли живот от стресса. Вот ты сам как думаешь? Слушай, я задумывался на эту тему, когда у меня рос живот. Я думаю, что, наверное, в первую очередь от стресса это уже достаточно третье-четвертое место занимает. Первое, конечно, это если вы много едите всякой вредной пищи. А второе, это, наверное, все-таки не от стресса, а вот от различных таких напитков пенных, например. Вот этого да. А это уже да, на третьем месте. Ну, знаешь, я уверена, что Наталья с тобой бы не согласилась, и сейчас она и тебе, и всем телезрителям объяснит, насколько кортизол, гормон стресса, влияет на наш организм. О, давайте посмотрим. Здравствуйте, меня зовут Сычева Наталья, я врач-диетолог и терапевт, специалист по антивозрастной медицине. Сегодня мы с вами обсуждаем, реально ли может расти живот из-за стресса. На сегодняшний день очень много людей находится в условиях хронического стресса. Сейчас мы имеем перебор информации, перебор шума, и даже перебор простых углеводов действует как стресс на наши клетки. Как же все это происходит в нашем организме? Все знают, что у нас есть такой гормон, как кортизол. Кортизол – это гормон стресса. И в моменты, когда вы нервничаете или тревожитесь, он повышается. Кортизол действует на нашу мышечную ткань и на жировую. Когда гормона стресса много, мышечная ткань уменьшается, а жировая в то время растет. Все потому, что кортизол обладает катаболическим свойством на мышечную ткань. То есть при его воздействии мышечная ткань разрушается. А в отношении жировой ткани он обладает анаболическим действием. В жировой ткани в области живота очень много рецепторов к кортизолу. И поэтому, когда кортизол повышается, живот растет. При стрессе жир откладывается не только в подкожно-жировой клетчатке. И также он распространяется внутри брюшной полости. Он накапливается в печени и также в поджелудочной железе. А это отрицательно действует на наш обмен веществ. Избыток кортизола сопровождается инсулинорезистентностью и повышением инсулина в крови. А чем больше инсулина, тем меньше скорость жиросжигания. Повышение кортизола способствует развитию лептинорезистентности. Это такое состояние, когда наш головной мозг не чувствует сигналы насыщения и мы все время переедаем. Также повышение гормона стресса способствует снижению самототропного гормона. Это гормон роста. После 30 лет гормон роста вырабатывается все меньше и меньше. И если дополнительно кортизол его уменьшает, то мы лишаемся жиросжигания ночью. На первых стадиях, когда мы находимся в хроническом стрессе, анализы не всегда показывают явную картину. Но в то же время уже процессы на уровне клеток идут. Итак, стресс повышает уровень кортизола. И дальше кортизол уже действует отрицательно на наш обмен. Поэтому обязательно применяйте методики антистресс в своей жизни. И не зря мои пациенты говорят, показывая на свой живот, вот мой комок нервов. Это объясняется с точки зрения физиологии. Изучайте свой организм, прислушивайтесь к нему и будьте здоровы. С вами была Наталья Сычева, врач-диетолог, терапевт и специалист антивозрастной медицины. Я же говорила, что рубрика будет наполнена важной информацией для каждого человека. Потому что с ожирением, с каким-то набором лишних килограммов мы сталкиваемся абсолютно все. И вот теперь Наталья объяснила, что нужно какие-то релаксационные практики для себя выбирать. Да, кстати, пришло время рассказать людям, куда можно сходить в эти выходные. И знаешь, на самом деле, не только выходные, а еще и будние дни. И об этом нам поможет рассказать наш бесполезный корреспондент, который эти места мало того, что посещает, более он еще их и освещает в своей рубрике «Бесполезный корреспондент» Дмитрий Фомин. Их прямо сейчас, внимание, на свои телеэкраны. Здравствуйте, дамы и господа. С вами вновь Дмитрий Фоминых. И сегодня я наткнулся на очередной след темной темной мафии. Обратите внимание, вокруг меня деревья, они абсолютно голые. Вы скажете, что в этом ничего такого? Что это обычная весенняя профилактика? Но уж нет. Я докажу, что в этом есть что-то особенное. Например, что вы скажете на то, что вот на том дереве выросла пальма. Пальма – это одноствольное дерево. Ну, высотой обычно 50-60 метров. Что мы и наблюдаем. Но есть примечание. Пальмовые деревья распространяются только в тропическом и субтропическом климате. На Киров это не походит. Но кому же понадобилось выращивать пальму на юго-западе Кирова? Мы подобрались к самому подножию этой пальмы. И я думаю, что это обезьяны. Ну что же, будем ловить наживца. Для этого у меня есть бананы. Прямо сейчас этот банан, эту наживу я повешу на нашу пальму. Ну, а сам спрячусь в укрытие. Будем ждать. Ну что, я готов. Друзья, я просидел в засаде два часа. У меня затекли ноги, но здесь не появилось ни одной обезьяны. Что же делать? Придумал. Должна же здесь появиться хотя бы одна обезьяна. Где одна обезьяна, там и все остальные. Притворимся обезьяной. Настоящие обезьяны всегда любят кушать бананы. Пока не получается их приманить. Но как только я откушу банан, уверен, все получится. Пока только прохожие смотрят на меня косо. Но мы ждем. Мы все еще ждем. Друзья, ну что, мой банан кончился, а настоящих обезьян здесь так и не появилось. И правильно, ведь настоящие обезьяны живут в южных странах. Но несмотря на то, что это юго-западный район, настоящих обезьян здесь нет. Да к кому же понадобилось выращивать на этом месте пальму? Быть может, это дело рук темной мафии? А я уверен, что это они. Это очередной их заговор. Давайте спросим, что об этом думают прохожие, жители юго-запада. Но чтобы безопасно общаться с прохожими, наденем маску. Это не пальма, это дерево забывшее. А я думаю, что это пальма. Да. Да? Ну тогда будем к глобальному потеплению готовиться. Кто в этом виновен? Сложно сказать. Сложно сказать? Они вас запугали? Я бы не сказала. Ладно. Большое вам спасибо за информацию. Пожалуйста. Хорошей дороги. Ну я считаю, вот это вот, это ужасно. Безобразие. Кто? Кто это? Все уничтожили. Кто за этим стоит? Ну мы, наверное, местные какие-то. Мафия? Нет, не мафия. Я думаю, не мафия. Как думаешь, кто за этим стоит? Кто вырастил настоящую пальму на юго-западе? Не знаю. Ты ее видела вообще? Нет. Обернись. Настоящая пальма. Это мафия? Да. Да? Явно. Явно мафия. Где она скрывается? Где-то там. Ну что же, видимо, мафия всерьез запугала жителей этого микрорайона. Но просто так я это не оставлю. Подождем немножко и в следующем выпуске узнаем, откуда взялась эта пальма. Юль, скажи, пожалуйста, а чем ты занимаешься в выходные? Ну, я езжу в деревню, да, к своим бабушке и дедушке. Я гуляю с собакой, я встречаюсь с друзьями, я сплю и прибираюсь в квартире. Вот такой список. Слушай, а телевизор смотришь? Да, конечно, смотрю, я же на нем работаю. А какая любимая передача? Любимая передача, ну, как, это без разбудильника, конечно, разбудильник. А еще? А еще, ну, удиви повара пусть будет. А еще? А еще я не придумала, но я все, в принципе, люблю наши передачи, вообще все. А Тургенев-ТВ смотришь? Смотрю. Почему? Интересно, потому что там встречаются два поколения, и опытный, и молодой, и обсуждают классные, актуальные темы, которые, ну, случаются на просторах интернета. Слушайте, я согласен абсолютно с Юлей, это очень крутая передача, очень крутой ТВ внутри ТВ, поэтому прямо сейчас на ваших телеканах можно посмотреть один из фрагментов предыдущего выпуска Тургенев-ТВ. Ну, а уже в субботу в 19.30 будет новый выпуск, вы его сможете увидеть, поэтому внимание на свои телеэкраны. Если вы все еще не поняли, почему не пришла Наталья Попова и в студии Конор Макгрегор, значит, вы смотрели предыдущие три выпуска и отлично разбираетесь в боевых искусствах. Ну что, здравствуйте, здравствуйте нашим гостям. Сегодня, сегодня у нас в гостях будут обсуждать и комментировать, а также ставить лайки или дизлайки для популярного в интернете контента декан факультета филологии медиакоммуникации ВИАТГУ Ксения Станиславовна Лицарева. Ксения, здравствуйте. 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 Субботники жаждущих получать знания. Друзья, второй гость в нашей студии это Вася Дербенев, блогер, который имеет в Инстаграме 140 тысяч подписчиков. Ура. Молодец. Это больше, чем численность населения города, в котором я родился. Хиро-Чепенск. Ну, меньше, чем город, в котором ты переживаешь. Ну, еще да. Границы перешел, конечно. Вась, скажи, пожалуйста, со всеми ли подписчиками ты общаешься? Ну, я стараюсь, конечно, да. Но тяжело, тяжело. Очень много вопросов в течение дня постоянно. Но это нормально, это весело. Тяжело ли быть блогером? Нет. Нет. Это нормально, это несложно. Ну, люди же до работы ходят. Это моя работа, по сути. Ксения Станиславовна, вы не хотели когда-нибудь стать блогером? Нет. Я люблю очень живое общение. Потому что есть энергия. В компьютере ее нет. Он пожиратель энергии. А когда видишь живых людей, это совершенно другое. Ну, у Васи тоже вот в живую совершенно по-другому выглядит. Он, да. Но его, значит, это устраивает. Мне тяжело, если честно скажу. Вот легче прийти в аудиторию, видеть глаза, там, спорить, объяснять. Вот тут я перед Васей преклоняюсь. Ну, только вопрос, а какие вам вопросы задают? Вот любопытно. У вас сейчас будет уникальная возможность задать Васе вопрос. Хорошо. Потому что мы посмотрим, чем занимается Вася. Мы посмотрим один из его вайнов. Я так понимаю, и последний. Ага, да, да. Уважаемые телезрители, тоже посмотрите на нашего с вами героя. Это не я, это твоя собака. Леонид. Это домашняя кличка, да? Леонид. У меня тоже две собаки. У меня 7, у вас 8, мальчик. Это прекрасно. Вась, знаешь, почему я не показываю это видео своему сыну? Почему? Потому что у нас, я боюсь, что у нас домашняя. А, появится бомбс. Появится бомбс. Гости шоу смотрят и слушают популярные штуки из интернета. Те самые, которые сегодня находятся в топчике. Они делятся своими эмоциями и оценивают контент. Если зашел, лайк. Если нет, дизлайк и никакой пощады. А чтобы все было по-честному, мы выходим на улицы города и узнаем третье мнение. Его высказывают обычные прохожие. А в следующем выпуске оказаться на их месте можешь и ты. Уважаемые друзья, уважаемые телезрители, мы переходим, наконец-то, к просмотрам того, что мы нарыли в сети интернет. Итак, первое, первое, что у нас на очереди, Дарья Затеева, известная в сети как Инстасамка. Она записала новый клип, за два дня он набрал на Ютубе больше 300 тысяч просмотров. Опасно. Опасно. Ну, давайте посмотрим. Готовы? Да. Давайте смотреть. Осталось пять минут, и нас накроют копы. Доставай патроны, надо прикрыть как-то шуфу. Просто мув, место тут, мани есть, делай ху. Врячем кэш под землей, кто-то вызвал 5-0. Вот дерьма! Дерьма! Ну, что вам можно сказать? Нет, ну, на самом деле, наполнение, конечно, оно такое себе, но вот этот факт того, что молодое поколение, которое сейчас есть, может добиться известности, внимания и также, ну, сделать основную свою деятельность именно в соцсетях. Да, то есть есть возможность. Никто этому не мешает, не надо никаких покровителей, скажем так, да, но это круто. Конечно, нужно поработать, ну, это на вкус и цвет, нужно поработать, наверное, с наполнением, с качеством, ну, да, как бы материала. Но, в целом, ну, я бы лайк поставил. Как вы отнеслись к этому видео? Я вообще ничего не поняла. Это нормально. Все-таки Тургенев ТВ отсылает нас к роману спору отцы и дети. Вот, знаете, там Базаров, да, это ребеночек как бы, да, Женя Базаров, он говорит, в теперешнее время, он говорит, полезнее всего отрицать. Мы отрицаем. Вот можно я сдам вот после этого клипа вам двоим, хоть вы у нас и судьям, как бы такой третийский, да, вопрос. Вот, Василий, а вот отрицаете вы что? Ничего. Ничего. Все можно. То есть можно все? Конечно. Ну, в рамках приличия. А полезнее тогда кому? Если польза, ну, видите, тут пользу точно тут искать не надо. Просто это делают и все. То есть молодое поколение, вот она сняла, для нее, как вы говорите, хайп, главное поймать, да, хайпануть, набрать количество. А для чего? Ей? Нет, вообще это для чего? Все. Чтобы вам слава-то для чего нужна? Никто не знает. Просто она есть и все. Нет, ну как она есть и все. Об этом даже многие не задумываются. Вы что думаете, я задумываюсь о своих, ну, вот, откуда, чего? Я же просто делаю, мне нравится. И все. Просто вам нравится. Просто делаешь, и все. И так вы будете всю жизнь. Конечно. А как же все остальное? Ну, я не знаю, страна там, например. Да мы с этим мопсом уже объездили пол-европы, выше-сам. Вы знаете, как много путешествий. Все хорошо. Нет, это все понятно. Я у вас спрошу о другой вещи. А какой? Для чего? Только для славы, только для собственного удовольствия. Нет, даже не ради этого. Просто нравится. Ну, просто делаешь. Не знаю, ты чувствуешь, что ты хочешь это делать. Ты просто делаешь, все. Без какой-либо... То есть, такое хиппи. Да. Вот мне это нравится, вот такая вот позиция. Да. А если завтра война? Да вы что? Пойдем воевать, что делать-то? Что? За что? За что? Да. Я думаю, следующего ведущего надо привлекать Соловьева, как минимум. Да, и Захара Прилефина, конечно. Хорошо, давайте подведем небольшой итог. Вот этому видео, этому клипу лайк, в вашем случае Люба, или не Люба и дизлайк? Ну, я бы за самореализацию точно лайк поставил, но за качество, конечно, нет. Ну, нет. Я такого не смотрю. Но я не против, чтобы она этим занималась. Да, ради бога, конечно. Итак, лайк или дизлайк? Не Люба мне, не Люба. Не Люба. Непонятно. А я лайк поставлю. Да и мне не жалко. Мне нет. Да, конечно. Хорошо. Также у нас есть третье мнение. Мы вышли на улицы нашего города, показали подобное видео жителям нашего славного города и узнаем их мнение прямо сейчас. Ну, она в стиле таком, так, прям, брейк-брейк, прям, там, все, что хочется разломать, с кем-то подраться. Но я такого не слушаю, поэтому я не могу. А картинку есть? Картинка, ну, там все прям в одном стиле, там все прям, типа, вот в таком быкующем, если можно так сказать. В принципе, прикольно. Лайк или дизлайк? С учетом, что я не слушаю, пусть будет лайк. Я думаю, что это прям для молодежи какой-то. Нет, уже не по мне. Значит, ставь лайк. Я скажу, что след довольно простоватенько, потому что, по сути, в кадре только девочка. И мне кажется, то, что цепляет, это игра света в нем и то, как она читает. А все остальное как-то, ну, достаточно просто. А-а-а! Я поддержу просто хайп и поставлю лайк, наверное. Противоречивая. Да, мы такие, да. Дизлайк. Нет, я знаю, да, такую, но... Нет, мне такое не нравится. Что поставим? По какой системе? Дизлайк или лайк? А, дизлайк, конечно. Итак, у нас единогласно было признано, что этот клип этого, с вашего позволения, исполнителя получает дизлайк. У нас не Люба, от народа дизлайк и один только лайк. Таким образом, мы отправили в корзину. До свидания, пожалуйста. До свидания. Вась, ты, главное, не переживай. А я вообще не волнуюсь, вы что? Это нормально, это нормально. Я коллегу поддерживал. Ксения, мне еще вот, что хотелось бы сказать. Вы читаете лекции по теме проблемы современной отечественной литературы. Мне кажется, что этому произведению стоит уделить пару лекций, потому что, ну, проблемы были налицо. Таня, алло, проснись. Ты просила тебя разбудить куда-то, я забыл просто. Вставай. У меня же свидание через пять минут. Так. Нам нужно собираться. Пять минут, пять минут, пять минут. Пять минут. Формула идеального свидания – это наряд и макияж. Макияж, поэтому сначала мы приоденемся. Пока я переодевалась, у меня осталось ровно четыре минуты, а это значит, что мы можем проверить, реально ли накраситься за это время. Пойдемте. Я решила обратиться к профессионалу своего дела, визажисту и стилисту по прическам. Женя, скажи, удастся ли нам накраситься за четыре минуты? Я думаю, мы со всем справимся. Ну что, попробуем? Да, конечно, я. Такой пирожочек. А так, я. А так, я подумаю, что я. Жень, с чего нам нужно начать? Сейчас мы подготовим наше веко, уберем зону усталости, сделаем легкую тонировку. Мы берем тон. Капелька тебе. Набираем на спонжик. Угу. Так. И слегка тонируем зону под глазом. Это чтобы парень не видел, что как бы я устаю, да? Что ты всю ночь работала, да. Ага, понятно. Но он же должен понять, что я как-то успешна. И как он поймет, что я успешна, если я не работаю ночью? Так, все, припудрила. Видно, что я теперь... Слегка тонировала. Да. Так, окей. С этим справились? Да. Теперь нам нужно подготовить зону подвижного века. Берем плоскую синтетическую кисть. Также берем наш тон. И просто размазываем. Просто, да, и просто тонируем века. Тем самым мы создаем липкий слой, и он у нас будет базой под наш хайлайтер. Хайлайтер – это такая волшебная сияющая вещь, которая спасает от всех невзгод. Вот мы затонировали века. Допустим. А теперь мы берем кисточку, тоже плоскую. Берем хайлайтер и создаем красивый сияющий взгляд. Берем золотинку, лишнюю стрелку. Давай покажем, что это такое. И ставим блик над яблочком. Растушу посильнее. Растяни. Так, так же, да? И на второе, да? И на базе, да. Так, у нас осталось совсем немножко времени. Мы зациклились просто на глаза. Я надеюсь, мы все успеем все-таки. Да, мы все сможем. Все. Убирай. Давай. А теперь мы берем лайнер. Это для стрелок у нас? Да. И что делать? Нет, вот так вот лайнер ставим. Так, ставим. Ага. И раз. И до. Ага. И теперь подводим, получается, наш ресничный контур. Раз. О, боже, получается. Прекрасно. Человек, который первый раз рисует стрелки, вот, видите, все можно есть, под контролем все это делать. Я все замазала там, что у меня дырка получилась. Это нормально? Да. Закрашиваю все свои дырки на стрелках. Сейчас будем рисовать губы. Так, у нас вообще осталась минуточка. Губы. Губы. Это что? Берем карандаш. Угу. Находим точки бантика. Ага. Раз. Два. Это вот эти вот вверху, да? Да, между ними точка три. Рисуем красивый бантик. И соединяем с внешними уголками губ. Осталось полминутки, подожди. Ага, внешне, ага. Просто контур нам надо рисовать, да? Не закрашиваем. Ага. Это сложно, конечно же. Мы нарисовали контур. Теперь мы берем помаду. Да. Теперь берем синтетическую кисть, куда-то ее делаю. Не знаю. Вот. Вот эту? Понятно. Бери. Набираем помаду. Сейчас. И закрашиваем, да? Ага. Ух ты, какая я красивая. Я все? Я даже все. Такие вот мои красаточки получились, конечно же. За четыре минуты. Вот у нас блик от хайлайтера, красивые стрелки и чувственные красные губы. Мы покорим ими любого мужчину. Ага. Удачи мне. Время истекло. На моем лице можно увидеть результат. Но я считаю, что если мужчина любит женщину, то он должен принимать ее совершенно в любом образе. Поэтому я пошла на свидание. Он меня не любит. Ну и напоследок мы не можем оставить вас без музыки. Эта рубрика у нас была уже и в Венгрии, и в Литве, да, и еще где-то, не помнишь ли где, я уже забыла третью страну. В Венгрии, Литве и Румынии. И Румынии, все правильно. А теперь она добралась уже и до Украины. Слушай, ну очень круто, я, наверное, попрошу ведущего этой рубрики Николая Захарченко, чтобы он нам Турцию осветил, хотя бы каким-то образом в Турцию этим летом сгонять. Я с тобой абсолютно согласна и предлагаю всем посмотреть и посвятиться в музыкальное наполнение, да, этого утра. Ребята, всем внимание. Всем привет, это «Музыка без границ». Музыкальный чарт, в котором мы ездим в какую-то страну, в которой вы, возможно, не были, и собираем лучшие музыкальные композиции на этого года и предоставляем их вам на обозрение. Итак, готовьтесь, сегодня мы отправляемся в Украину. Сейчас Украина – это страна с огромным разнообразием музыки. И мы выбрали пять треков, которые покажем вам прямо сейчас. Первая композиция называется «Цилу Мине». Дуэт исполнительницы Ши и певца Пианобой. Давайте посмотрим эту замечательную композицию. «Музыка без границ» Сильна и вильна, знов ведет дебиес, мы твои обеими. Не кажи, що не знаєш, то, що я, і на що. Неважливо, що завтра, коли в нас є завжди. Я не вірю більше словам, кожне слово згодом мене, коли часу так мало нам, на що ти куриш більше словам. Кожне слово згодом мене, коли часу так мало нам, на що ти куриш цілui мене. Я не вірю більше словам, кожне слово згодом мене, коли часу так мало нам, на що ти куриш цілуй мене. Цілуй мене. Звільшуємо. дальше переходим от поп-музыки к легкому року привет с меловин с песней ты которая всего за несколько месяцев набрала более трех миллионов просмотров и давайте и мы ее тоже посмотрим и оценим я помню это джет и хотела буду на памятаю чи вже прийшла до мене ти ні не ти не пам'ятаю коли ти хотела жити не пам'ятаю як ти виривала квіти я вже не знаю правда то чи може ні не пам'ятаю нічого а ти да ты мне скажешь слова но что стисьнуть крови и ты bam От мрачных клипов переходим к более позитивным и ярким. Группа Румберос с песней Вона Тока точно подарит вам хорошее настроение. Этот трек можно включать, когда вы едете на работу. Он как хорош как клипом, так и песней. Давайте послушаем, зарядимся классной энергией. Вона Тока, Вона Тока, Недемная вода, Зи Струнка. Вона Тока, Вона Тока, Бум-бум, Тока-така. Вона Тока, Вона Тока. Вона Тока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Песня про проблему больших людей Очень ироничная композиция Поэтому давайте посмотрим клип И оценим его по достоинству Всем доброго ранку Сьогодні на вулиці напрочую чудова погода Я подумала, а чому вам не прийти Тренуватися до мене в зал? А поки я буду збиратися, ставте лайки И подписывайтесь на канал Всім доброго дня! Не словом, а ділом А просто присутній, бо він не втікав Сховав би від цього на світі Та просто прийняв, а не не нарікав А я вже давно прийняла його Він тільки мій, я його не віддам Нікому ніколи, разом або внизом Острімко нагору Разом ми мовчим і сміємося хором І завжди зі мною про нього говорять В тупі ілюзії забили на правду Які в нього форми, якого він складу Чому так арти тільки всім обійняти? Чому він так? Мене дівчат? Під моєм серцем знову не стеться Інколи думаю, в чому той сенс? Як виглядає? Розкорюч з тобою Я падала, ти ж уникам, мені болю Я плакала, жити хотіла без тебе Робила усе, щоб ти зник Я сама ще не знала, що ж мені треба Тепер я щастлива, хай гасне останні сірни Де моя воля, моя зусильна? Ти моя частка, ти мій стимул Де моя воля, моя зусильна? Жила життя, як написано Ти моя частка, ти є мій стимул Ти мій рятувальний клум Коли зрубає дар Коли на серці страх Без тебе, як без рук Я ти ліпший друг Коли зрубає дар Коли на серці страх Без тебе, як без рук Я ти ліпший друг Следующая хип-хоп-испланительниця Это Алина Паш Которая не так давно Выступала на Дне независимости України Где я даже пела строчку из гимна Но в своей кавер-обработке Она представляет песню Басаркания Которая уже несколько недель Удерживает первую строчку чартов в Украине Давайте посмотрим ее тоже Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это была «Музыка без границ» Мы были в Украине Пишите нам, какую страну вы бы хотели посетить Мы туда обязательно слетаем Посмотрим, выберем лучшие пять композиций И предоставим их именно вам На ваш суд Всем пока! Ну что ж, максимально классная и качественная рубрика «Музыка без границ» Да, я, наверное, что-то из этих треков Обязательно себе в машину запишу Потому что, ну, мало того, что Николай нам все ярко осветил Он же еще и старался А это ведь не так просто Украина, Литва, Румыния Это не самый, я бы сказал Венгрия, да Я бы сказал, не самый чарт Часто посещающий европейский чарт треки Да, все верно Мне кажется, еще самое главное Знаешь, самое приятное Что под такую рубрику классную Прямо под музыку Приятно завершать наше шоу Слушай, ну, да Здесь я с тобой, пожалуй, соглашусь Но самое главное, что мы должны сказать Друзья, наши любимые телезрители Мы вас очень-очень сильно любим Поэтому для вас стараемся Не только на экранах телевизоров А еще и во всех соцсетях, которые ведут наши SMM-специалисты Это, конечно, и Инстаграм И Одноклассники Они, кстати, я в одной из передач забыл сказать Одноклассники Они меня попросили Поэтому специально для вас Одноклассники Группа ВКонтакте Девятка ТВ Киров Ютуб, Инстаграм и все остальные соцсети В которых мы присутствуем И стараемся для вас его наполнять Самым интересным контентом Да, про соцсети мы напоминаем правильно Но в любом случае не забывайте про главный Про главный предмет в квартире Это телевизор Который вы с Девятки ТВ Ни в коем случае не должны переключать Потому что сегодня в 5 вечера Вас ждет, как всегда, вечерняя вятка С нашими коллегами Аленой Милиной и Максимом Кропотовым Где они в 5, как обычно, будут Разыгрывать подарки Все верно, да, так оно и есть Более того, они еще и массу Классной и полезной и интересной информации Вам принесут в жизнь По крайней мере, точно так же, как мы Потому что мы для вас стараемся Но с вами была Юля Руш И Данил Гохман И уже по самой прекрасной традиции Которую я никогда не закончу повторять Это вот такое вот сердечко вам от меня Пусть оно до вас долетит Прилетит, согреет вам душу И вот такой вот воздушный поцелуй Вам от Юли Руш Который, ну, наверное, каждого мужчину Заставит стряпенуться Даже если рядом ваша вторая половинка Ну, а мы желаем вам доброго и бодрого утра Будьте счастливы, любимы И живите Потому что это Вы живите богато Класс, добрым утром Пока-пока, ребят Все, бросаю ромовую бабу Пришла смс, пора идти за зарплатой Давай, в следующий раз Это так вкусно Вообще, пока ничего не хочу Ну, я верю, что ромовая баба От чудо-хлеба очень вкусно Конечно, максимально